What's up, чувачки? С вами Good Boots. По названию ролика и превью вы уже могли заметить, про какие бутсы сегодня будет обзор. Я думаю, вы про них достаточно много всего знаете, но вы в этом уверены? Так что сегодня у нас обзор на топовые Puma Future 1.2. Я долго думал над тем, как же начать этот обзор, и в итоге ничего лучше не придумал, чем начать с истории создания этой модели. До модели Puma Future Z, как вы знаете, были обычные фьючеры, которые имели очень крутую фишку, а именно настраиваемую шнуровку. В чем она заключалась? То есть вы могли просто завязать по-своему как-то шнурки, если у вас узкая, стопа широкая, средняя, тем самым как-то подтянуть или сделать менее какую-то напряженную шнуровку и так далее. На коробке даже были свои варианты шнуровок от Puma, ну или вы сами могли свою сделать кастомную. Но с каждым новым поколением в Puma Future становилось все меньше и меньше этих отверстий. Ну и в конечном итоге после Puma Future 6.1, а именно это была последняя модель, выходит Puma Future Z 1.1. И мы сразу видим, что эти бутсы нифига не похожи на предыдущие Puma Future, это полностью новая модель. Утонченный силуэт, пропала настраиваемая шнуровка, новая подошва. Да и сами по себе бутсы очень слабо напоминают предыдущую модель фьючеров. Блин, интересно, сколько я раз сказал фьючеры, фьючеры, фьючеры. Ну что, теперь двигаемся по нашему классическому сценарию. Материал верха. Ну что, поехали, поехали. Материал верха выполнен из двух топовых технологий, про которые я сейчас вам и расскажу. Первая из них это тканевый материал EvoNit Pro. Из него выполнена вся модель. Ну и EvoNit, как вы понимаете, это специальный тканевый материал, который неплохо тянется здесь и совсем не тянется вот тут. Почему EvoNit где-то такой тянущийся, а где-то вот такой вот твердый? Сейчас я вам тоже об этом расскажу. Ну смотрите, в этой части он полностью тянется, он хороший, он мягкий и он довольно-таки приятный, но в то же время и тугой. Ну а здесь он твердый, потому что здесь уже используется вторая технология, которая называется Grip Control Pro. Что такое Grip Control Pro? Это синтетика, которой покрыт весь ботинок, абсолютно весь, ну за исключением вот этой вот части, где шнуровка. Синтетика добротная, качественная, в принципе отлично покрыт материал и никаких вопросов в плане качества, ну абсолютно нет. Что же касается разноса бутс и по поводу мягкости. Когда я достал их из коробки, они мне показались довольно-таки твердыми, но после двух-трех игр, когда я в них побегал, нормально, разносил, они стали уже так неплохо разгибаться, сжаться и так далее. И мне в принципе комфортно и приятно в них играть до сих пор. Ну понятное дело комфортно, когда разносил в принципе вся обувь, мне кажется, становится комфортной. Поверх всей синтетики нанесены специальные точечки и линии специально для контроля мяча, для приема мяча и хорошего чувства мяча. Работают ли эти линии? Вряд ли. Не мешают ли? Ну точно не помешают, потому что я думаю здесь особого прям топового гриппа не ощущается, ну лично я не ощутил. Причем интересный факт, вот этих точек и линий нет почему-то на значке Puma, я бы так например их добавил. И да, эти точки и линии также входят в Grip Control Pro, если что. На внешней стороне Boots мы тоже можем заметить все эти точки и линии и какая-то полоска, которая покрыта также этим материалом. Но об этой полоске я вам тоже расскажу чуть-чуть попозже. На внутренней стороне мы можем заметить огромный логотип Future, который полностью рельефный. Опять же функция у этого логотипа точно такая же, как и у точек с линиями. Ну и опять же, чтобы все люди знали, что именно у вас фьючеры. На пятке конечно же никаких точек и линий нет. Теперь пришло время поговорить про язычок. Блин, чё ты несёшь, какой язычок, здесь вообще его нет. Да, мне кажется уже к нему все привыкли, к такому слитому верху в 2022 году уж точно. Это тканевый верх, выполненный из эванита, про который я говорил чуть-чуть ранее. И намокать здесь будет конечно ой-ой-ой. Ну оно и надо понимать то, что это ткань и как, блин, ей не намокнуть в мокрую погоду. Хотя я в снег поиграл и если даже снег попадал, его можно было отряхнуть, всё-таки минусовая температура ощущалась и можно было спокойно от этого дела избавиться. Это всё дело хорошо тянется и конечно же никаких проблем с надеванием бутс у меня лично не было. Так вот, пришло время поговорить про ту самую полоску, о которой я обещал. Это уже у нас в списке третья технология по счёту и называется она Fusion Fit. Как она работает? Когда вы надеваете бутсы, вы по сути вообще можете играть в этих бутсах без шнурков. И именно эта часть верха, она самая тугая из всех тканей. Когда вы надеваете бутсы, вы просто ощущаете, ну во-первых, неимоверный комфорт. А во-вторых, эта линия очень хорошо стягивает вашу стопу, благодаря чему ваша нога не будет уезжать в какие-то разные стороны. Работает отлично, я лично проверил и мне безумно понравилось. Ещё можно также заметить, что именно у этой компрессионной линии немножко другого плетения по сравнению с другой тканью. Работает супер гуд, я ставлю лайк. Про шнурки также пару слов стоит сказать. Шнуровка здесь прямая, также классическая абсолютно, хотя опять же мы ушли от той самой шнуровки, которая была у нас настраиваемая. Шнуровка классическая, имею в виду, что она полностью прямая, но при этом, как вы можете заметить, она необычно выполнена. Где у нас расположен Fusion Fit, шнурки именно здесь идут немножко по-необычному. Расстояние между отверстиями очень большое. Также шнурки довольно-таки хорошие, сами по себе качественные, не прям уж тонкие, но и не слишком широкие. На кончиках мы можем заметить, конечно же, надпись Future. У довольно-таки большого количества блогеров, которые снимали про какие-то бутсы Puma, всегда были какие-то недопонимания и проблемы с пяткой. Лично у меня со всеми бутсами Puma, с которыми я сталкивался, таких проблем вообще не было. И эти бутсы также не стали исключением. Пяточный каркас здесь внутренний, как вы можете заметить, и пятка твердая, твердая, достаточно твердая. Но при этом эта твердость компенсируется внутренним материалом, внутренней подушкой, которая находится внутри. Также мы можем заметить шов, который проходит по всей пятке, ну и он тут прикрыт само собой синтетикой. Внутри я сказал, что здесь приятная подушка, которая обита специальным материалом, похожим на ноутбуков. Внутри также мы можем найти отверстие, и это никакая не вентиляция, вы не подумайте. Кстати, да, блин, ребят, этот обзор вообще мог не состояться, потому что я был вчера просто в каких-то непонятных ситуациях. Если вы следите за моим инстаграмом, кстати, ссылочка в описании, вы могли заметить, что какая-то дичь произошла на днях. Вот эта вот бутса, а именно правая фьючеров, моя игровая, она решила, так скажем, от меня сбежать. Как вообще это произошло, Илёв, вообще что ты несёшь, сейчас я вам расскажу. Дело было вот в чём, я пошёл снимать футажи специально для этих бутс. Специально пошёл на набережную, чтобы красиво снять это всё на фоне реки, на фоне моста и так далее. Так вот, я захотел сделать вот такую фотку, которую сейчас вы увидите у себя на экране. Я выставляю также бутсы, и сверху у меня как раз стоят вот синие фьючеры, вот так вот. Ну и в конечном итоге падул ветер, и я всё рассчитал, я думал, они никак не упадут в реку. Но в итоге бутсы падают, и потом решили два раза прокатиться, ну и, конечно же, упали. Это перда. Это просто перда. Я думаю, ну пипец, вот как так, вот просто как так? В конечном итоге я же был со своим братом, и я думаю, блин, он замёрз, давай пойдём домой, пофиг уже чё, ну не спасти их. У меня просто нет слов. Вон, видите, маленькая синяя точка. Это жопа. Днём словом, жопа. Сижу дома, грущу и понимаю, блин, ну нельзя же так поступать. Ну это же бутсы, камон, надо спасать их. В конечном итоге я прихожу туда, и бутсы вообще никуда не уплыли. Я думал, они там уплыли уже далеко-далеко в какой-нибудь океан. Но в итоге они остались на месте, и это просто какое-то везение. Ну и вот, я заранее созвонился со своей подругой, чтобы она мне привезла удочку, и за что ей благодарность неимоверная. И мы сразу, когда залезли туда, уже встали, всё приготовили, мы начали рыбачить. Мы ловим. Мы не можем ловить, ну вот просто мы, мы не можем. Вот там вот эта вот собака застряла, вы ничего не увидите. Это, это, это плохо очень. Мы около полутора часов вылавливали бутсы, и в конечном итоге я их подцепил. И в какой-то момент у меня отцепилась удочка, и я думаю, ё-моё, они сейчас уплывут. И они реально, они очень быстро плыли. В итоге я бежал по набережной. Вот она была полностью в снегу, потому что именно в той части, где мы ловили, там вообще ничего не чистят. И в какой-то момент я их подлавливаю, пока они плывут просто со скоростью света. А чтоб вы понимали, у меня вообще опыта, там никакого в рыбалке нет, там и так далее. Ну я их ловлю, цепляются они за шнурки, и я достаю. Они дико сырые, мы дико счастливые. И в итоге, ну это просто, это эмоции на всю жизнь. Я, короче, вот она, да! Ну и в итоге я с хорошим настроением поехал домой, а бутсишки вот высохли и выглядят абсолютно так же. Вот такая вот трустори, ребята. Воротничок. Тут нет прям носка-носка, тут именно вот такой вот воротничок из ткани. Тут, как вы можете заметить, тоже необычное плетение для того, чтобы у вас была отличная поддержка стопы. Ну вот и как раз у меня с этой штукой-то и приключилась история. Именно на правой ноге у меня почему-то постоянно слезает материал именно на внешней части стопы. И каждые 10-15 минут я поправляю, это вне зависимости, какие там нагрузки. Меня это, конечно, бесит, но я в итоге поправляю, и в принципе играть можно. Не знаю, как это будет со временем, я думаю, в инстаграме как-нибудь расскажу об этом, но мне кажется, либо, тут два варианта, либо вы это разносите, и у вас перестанет вот так вот как-то залезать на вас, либо просто вы привыкнете каждые 10-15 минут поправлять, ну, лично, не знаю, не знаю. Я очень надеюсь, что эта у меня штука вся пройдет. Ну и воротничок, также напоминаю, он сделан из эваднита. Говорим теперь про подошву, и стоит упомянуть, конечно же, она полностью новая. И здесь у нас уже используется четвертая технология, которая называется Dynamic Motion System. Об этом говорит, само собой, надпись на самой подошве. Она не раздельная, что удивительно в наше время, потому что все сейчас, мне кажется, ее делают. Но мне кажется, в этом и плюс этой подошвы, потому что раздельная подошва, все-таки стоит понимать, она немного ненадежная. Подошва у нас здесь идет с маркировкой FGAG, хотя я, вы знаете, против такой маркировки. Лично я считаю, что это больше подходит подошва под натуральный газон, то есть она больше FG, чем AG. Хотя, я думаю, с такой длиной шипов можно и поиграть и на высоком искусственном газоне. Шипов здесь у нас 11, и выполнены они в форме долек. Мне нравится такая форма шипов, в плане надежности тоже все good. По поводу деталей, стоит упомянуть, что здесь есть две стрелочки, которые показывают, что это подошва, мать его, для разворотов топовых. Для топовых каких-то ваших мулов. Резких движений, само собой, набора скорости и так далее. По контролю мяча подошвой, также вообще никаких вопросов нет. У меня лично никаких проскальзываний мяча, пролетаний, вообще никаких не было замечено, мне все понравилось. По поводу качества, также никаких вопросов нет, ничего нигде не откололось, там шипы не отлетели, все супер. А, ну и да, забыл показать разницу между Pumay Future'ами старыми и Pumay Future'ами новыми. Отличие, само собой, на глаза. Стелька. Да, во флагмане должна быть топовая стелька, и она такой и является в этих бутсах. Тут опять же используется еще одна технология у Puma, это Nano Grip Technology. А почему ты вот так вот говоришь? Почему ты вот такой акцент делаешь? Когда ты ведешь пальцами по стельке, ты уже понимаешь, что здесь используется специальная технология противоскользящая. Работает ли она? Ну, я скажу да, потому что у меня в принципе никогда особых проблем, связанных с проскальзыванием, не бывает в бутсах. Хотя, опять же, это зависит от размера, если вы возьмете на размер побольше, мне кажется, вы будете проскальзывать в любых бутсах. Но если вы хотите прям победить это скольжение, то я вам советую либо купить специальные гетры, либо носки с подушечками, которые не будут вам давать скользить. Само собой, переворачиваем стельку и видим здесь силуэт похожий с подошвой. Ну вот, вы можете увидеть сами. Здесь используются специальные пенные вставки, само собой, отверстие вы сами знаете для чего, а именно для правильного распределения нагрузки. Стелька хорошая, такая, немножечко упругая, но при этом приятная и никаких дискомфортов, связанных с амортизацией и так далее, вообще не было замечено лично у меня. Что ж, теперь пробежимся по мелким деталям на бутсах. У темненькой модели, которая вышла, кстати, относительно недавно, полностью шершавый верх, в отличии от предыдущих моделей. То есть там синтетика полностью гладкая, я не говорю про точки и линии, про которые я рассказывал ранее. Я имею в виду про полностью всю синтетику, которая покрывает ботинок. На внутренней части бутс мы видим три главные технологии, которые используются в этих бутсах, но мы уже поняли, что их немножко побольше. У синей расцветки наблюдается небольшой прикол. Я думал, что подошва полностью вся синяя, но когда в них поиграл, я заметил, что здесь отходит слой краски и на самом деле бутсы это прозрачные. Ну подошвы имею в виду, вы поняли. Сами шипы, подошвы, ну вы видите какие прозрачные. Также стоит упомянуть про разное расположение шипов на разных подошвах. Само собой подошва FGAG и SG они отличаются. Но не только наличием железных шипов. Вот посмотрите, во-первых, логотип кошечки. Вот на FGAG он сверху, а на железках он немножечко пониже, именно в пяточной части. И стоит еще заметить, что в пяточной части два шипа, они повернуты немного по-другому. И также нету вот знака вот этих вот стрелочек. По фишечкам все. Вот такой вот у меня получился обзор. Обязательно пишите, понравился ли вам ролик. Играли ли вы в бутсах Puma и вообще какая у вас модель бутс, пиши обязательно в комментах. По выводу я вам просто советую эти Puma Future, если у вас средняя-средне-широкая стопа. Ну и подъем что-то тоже в районе среднего. Бутсы определенно стоят своих денег и расцветки бомбовые, и сами по себе материалы очень хорошие и качественные. Спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь, и здесь еще будет много всего интересного. До скорых встреч, друзья, пау! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!